Вечерний эфир ТСВ продолжает экспертное мнение. В студии работают Светлана Мартынюк и Денис Мартыненко. Ну а у нас на связи главврач Слободейского ковид-госпиталя Алена Лапина. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена Ивановна, полтора года назад мы все помним, как люди реагировали на коронавирус, на любую новость о коронавирусе. Никто не верил, понятно. Люди боялись обращаться к врачам. Вот прошло полтора года, и люди опять, насколько я понимаю, перестают обращаться к врачам. Почему? То есть мне кажется, что это что? Люди уже не боятся. Если тогда боялись коронавируса, сейчас перестали. Знаете, я хочу сказать, что человеку свойственно привыкать к тому, что происходит вокруг. То есть ничего не изменилось? Это только человеческое восприятие, да? Я думаю, что именно это. Ну вот смотрите, сегодня по данным оперштаба за прошедшие сутки, вернее, 42 новых случая коронавируса. Заболели 42 человека. И что происходит сейчас у нас вокруг? Мы, страна, готовится к приему Лиги чемпионов. Школьники сели за парты. Что было условно, да, так если тоже округлить, да, тот же год назад. И примерно те же цифры заболевших, но при этом у нас транспорт ходил по часам. То есть были ограничения. Школьники на удаленку работали не все. Чем 42 случая заболевших сегодня отличаются от тех, что были условный год назад? Они уж явно отличаются от предыдущих случаев тем, что количество заболевших тоже, а тяжесть состояния пациентов, госпитализированных в частности в наш инфекционный госпиталь, значительно отличается от предыдущих в сторону утяжеления состояния. То есть эти пациенты тяжелее намного, чем были в прошлом году. А с чем это связываете вы? Ну, во-первых, всем известно, что вирус изменился, вирус мутировал. Тяжесть состояния пациентов изменилась изначально. Те легкие формы, о которых мы когда-то говорили, с красивой симптоматикой в виде изменения либо отсутствия обоняния вкуса, отошли на задний план. Превалирует лихорадка, превалирует ломота в теле, превалирует нарастание дыхательной недостаточности в короткие сроки и превалирует поражение желудочно-кишечного тракта. Я хотела спросить о статистике. Вот эти случаи, которые сейчас фиксируют, это как по-вашему реальная статистика? Все ли кто испытывает какие-то симптомы, похожие на коронавирус, тут же обращается к врачу по месту жительства, да, и ему делают тест на коронавирус? Это реальные цифры? Я не уверена. Я не уверена в том, что всякий человек, у которого появились симптомы поражения верхних дыхательных детей либо поднялась температура выше 37, сразу обращается за медицинской помощью для диагностики коронавирусной инфекции. Чаще всего наши пациенты предпочитают лечиться самостоятельно, как обычную вирусную инфекцию. Хорошо, если пациент настаивает на том, чтобы лечиться самостоятельно, он это обсуждает с участковым врачом или с фельдшером скорой помощи. Какова роль фельдшера или врача в этой ситуации? Он может переубедить человека, если нужно, или настоять на том, что, наоборот, ему не нужна госпитализация? Как врачи действуют? Хочу напомнить, что отвечает и координирует работу скорой помощи врач и отвечает за госпитализацию пациентов врач. У нас есть критерии обязательной госпитализации в учреждениях стационарного типа. Они известны всем. Старший возраст старше 60 лет, наличие сопутствующей патологии хронической поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, сахарный диабет, ожирение, пациенты с хронической почечной и печёночной недостаточностью, пациенты с онкологией. Алёна Ивановна, вот вы сейчас перечисляете, это всё протокол врачебный. А если человек пишет официальный отказ от госпитализации, врач может повлиять на его решение? Врач может убедить его. Заставить не имеет права. А убедить должен или хотя бы попытаться должен. Вы настаиваете на том, что сейчас снова всем, кто сдал положительный тест, кто заболел коронавирусом, опять нужна госпитализация, как это было на заре пандемии? Потом, мы знаем, разрешили лечиться дома. Нет, с лёгкой формой. Что сейчас? Если сейчас новые штаммы и новые симптомы, больше тяжёлых случаев, что делать? То есть всех с подозрением, значит, нужно в больницу отправлять? Всех с подозрением нужно обследовать. То есть сдавать анализ москазм носа и носоглотки на ПЦР или антиген. Однако пациенты с лёгкими формами, молодые, которые предпочитают оставаться дома, либо даже по протоколу они могут лечиться амбулаторно, они должны понимать, что контролировать ситуацию нужно. Я придерживаюсь того мнения, что если у пациента более трёх дней сохраняется температура, выше нормы, нужно обращаться уже дальше для стационарного лечения. То есть вот мы как раз хотели вас спросить о тех красных флагах. Что должно стать для человека таким маяком, что всё, пора завершать своё самолечение дома, и пора, наконец, прислушаться или вообще просто обратиться за помощью? Больше трёх дней, температура 37. Что ещё? Что должно насторожить? Появление таких симптомов, как затруднённое дыхание, а дышка. Вопрос в том, как не пропустить момент. То есть как не сделать так, что уже ты приехала в больницу и поздно? То есть тебя сразу в реанимацию под аппарат искусственного дыхания? Я вам хочу сказать, никакому пациенту на уровне приёмного покоя не скажут, что поздно. Оценивают состояние пациента и определяют, куда его госпитализировать. Да, у нас есть пациенты, которые непосредственно из дому были госпитализированы в отделение реанимации, потому что у них были все признаки дыхательной недостаточности и большого процента поражения легочной ткани. Ну вот сейчас как раз на заседании оперштаба говорили о том, что люди стали поздно обращаться за помощью. Неужели действительно так это всё серьёзно, что мы даже вот сегодня об этом говорим с вами? Я хочу сказать, что люди и раньше обращались поздно за медицинской помощью, надеялись на свои силы, однако сейчас течение коронавирусной инфекции несколько агрессивнее, чем предыдущие формы. Мы связываем это с новым мутированным штаммом вируса коронавирусной инфекции. Ну вот по сравнению с каким временем вы сейчас говорите? Агрессивнее, чем когда? Чем в июле? Он агрессивнее, чем был весной. То есть предыдущая волна весенняя, да, мы считали, что она агрессивнее зимней, однако нынешнее течение коронавирусной инфекции превзошло все предыдущие волны намного агрессивнее, тяжелее с летальными исходами, о которых всем известно, и тяжёлыми формами поражения лёгких. Смотрите, я для себя не могу объяснить, для самого себя, что вообще сейчас происходит, если смотреть каждое утро на статистику, которую даёт апперштаб по заболевшим, по выздоровевшим. Я вот пытаюсь спроецировать то, что происходит, на своё окружение. У меня в кабинете из шести коллег, которые в моём кабинете вместе со мной работают, шестеро из шести вакцинированы, четверо переболели. У меня дома все мои родственники, родители, жена вакцинированы. Я не могу понять, а кто тогда болеет, если у всех уже давно должен был сформироваться иммунитет? Позволю себе напомнить, что вакцинацию мы проводим не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не умереть от тяжёлой формы коронавирусной инфекции. Вакцинированные люди тоже могут заболеть, но переносить коронавирусную инфекцию в лёгких формах, либо средней степени тяжести. Поверьте, коронавирусная инфекция, она очень коварна. Но вы это видите на практике, то, что вы говорите, что те, кто вакцинированы, они болеют легче, или они не попадают даже к вам в стационар? Нет, в госпитале находятся на лечении пациентов, которые были вакцинированы, однако их форма течения болезни легче, чем у пациентов, которые не вакцинированы. Судя по всему тому, что мы сейчас обсудили, есть ли гарантия, если ты обратился вовремя, прислушивался к рекомендациям врачей, то есть сделал всё, что, да, такие вот «меры безопасности», назовём это в кавычках, да, всё, что нужно по протоколу и по велению врачей, есть ли гарантия, что это означает, что, значит, ты полечишься, выздоровеешь, тебя выпишут благополучно, и ты будешь восстанавливаться после ковид? Или всё-таки никто не может предугадать, каким будет течение, вот, конкретно в твоём случае? Коварство коронавирусной инфекции в этом и состоит, что она непредсказуема по течению каждого конкретного пациента. Поэтому, придерживаясь наших рекомендаций по критериям госпитализации, учитывая возрастную категорию и сопутствующую патологию, плюс не задерживаться дома более трёх дней, если болезнь не поддаётся коррекции, температура не снижается, я считаю, что это будет гарантией благополучного исхода заболевания. Спасибо вам большое, Алёна Ивановна. С нами на связи был главврач Слободейского ковид-госпиталя Алена Лапина. Приднестровские школы вводят электронный журнал. Это такая специальная площадка для учителей и родителей, где можно посмотреть, какие уроки прогуливает твой школьник, что получил за стих по литературе, например. Пока все привыкают к новой программе, учителя по-прежнему таскают домой и пользуются бумажными журналами. И у меня вопрос, а зачем тогда вводить электронный журнал, если все по-прежнему не могут отойти от использования бумаги? Об этом поговорим с Сергеем Полосковым. Он методист-организатор по информатизации образования и учитель информатики в Суворовском училище. Да, Сергей, добрый день. Добрый день. Вот столкнулись мы с удаленкой, когда началась пандемия. Все настраивали на компьютерах Zoom, как родители, так и учителя. Было очень много проблем с техническими всякими настройками и программами. Со всем мы этим познакомились впервые многие. Что теперь у нас будет? В России уже давно электронный журнал во многих школах внедрен и успешно работает. И там уже отказались от бумажных журналов. У нас какие планы на это? У нас довольно-таки большие планы по внедрению электронного журнала. Соответственно, у Суворовского училища уже два года полностью работает с электронным журналом, но при этом и параллельно ведет и бумажный. То есть была найдена российская платформа, потому что в Российской Федерации существует несколько платформ, которые являются аналогами классного журнала. И вот мы нашли ЭУЖУР и проводили в экспериментальном режиме работу с этим электронным журналом. Ну и, соответственно, после первых попыток и прекрасных позывов, успешных позывов и от родителей, и от учащихся, и также учителей, полностью в 2018 году в Суворовском училище был внедрен электронный журнал. Ну а теперь, по примеру нашего Суворовского училища, порядка 106 школ с 1 сентября стартовали в этом проекте. Ну и, конечно же, полгода пандемии 25 школ в Приднестровье участвовали в пилотном проекте по внедрению электронного журнала. Смотрите, Сергей, я правильно понимаю, прямо сейчас в вашем училище, и вы с этим работаете. Преподаватели заполняют сначала бумажный журнал, потом вечером садятся вручную, каждую циферку каждому ученику проставляют в электронный. Нет, вот как раз электронный журнал сейчас помогает наоборот, что если есть какая-то опечатка или ошибка, то учитель ее может исправить, потому что в бумажном журнале исправлять, делать опечатки нельзя. Соответственно, приходится потом выполнять некоторые действия согласно инструкции по исправлению. Но в данном случае здесь учитель заполняет электронный журнал, а потом уже берет бумажный и просто переписывает в бумажный журнал те записи, которые он сделал. Но согласно всем нормативным актам, то есть по срокам. Ну вот смотрите, я не знаю, как в России с компьютерным, да, грамотностью вообще, с оснащением компьютерной техникой, но у нас вот... Ну ты поможешь это видео, когда мальчик, чтобы учиться в школе, залез на березу и в Wi-Fi ловил по уделенке? Да. Что еще оставалось делать? То есть понятно, что у них там с техническим оснащением. Да. Но, тем не менее, у нас не так много школ, как в России, да, естественно, и часть из них это малокомплектные те, в которых вот сельские школы, да, в которых 15 учеников и один компьютер на всех, да, не так много всего. Какие планы вообще по внедрению вот этого самого компьютерного оснащения? Как у нас появится, когда у нас появится в каждой школе, в каждом классе, да, вот в идеале, да? Ведь учитель должен сидеть за компьютером, вызывать так, к доске пойдет Иванов и ставить ему там точку в электронном журнале, который превратится в двойку или в пятерку. Когда будет такая возможность в каждом классе, каждой школы? Ну, прежде чем мы внедряли электронный журнал в школу, была правительственная программа, которая оснастила кабинеты учителей необходимой техникой и, соответственно, доступом в интернет. Появилось такое понятие РМ-учитель, то есть автоматизированное рабочее место учителя. И только после этого приступили к внедрению электронного журнала. И поэтому сегодня не все школы Приднестровья подключены к этой системе, а подключены только те, которые оснащены. Ну, соответственно, я знаю, что разрабатывается программа по переоснащению школ компьютерной техники. Сергей, я приведу такой яркий пример, когда появились электронные сертификаты вакцинации и сайт, на которых можно их скачать. Есть известная уже достаточно фотография бабушка, которая пришла в поликлинику. На двери кабинета вакцинации висит распечатанный адрес сайта, и бабушка переписывает ручкой себе на бумажку, где потом этот сертификат себе скачать. Сейчас то же самое мы с коллегами обсуждали, и то же самое происходит, по сути, с электронными журналами. Когда в родительские чаты преподаватели школьные скидывают бумажку, на которой от руки написано «http», там «3w» и адрес электронного журнала. Мы что, настолько не готовы к новым технологиям, что вот так вот все происходит? Я не знаю, откуда вы такой пример взяли. Вообще-то администратор электронного журнала раздается частную версию, где все это прописывается. То есть, где четко прописывается, чтобы для работы с СССР необходимо зарегистрироваться по такому-то адресу и пригласительный код. Ну вот как раз этот пример и привел Денис. Так нет, не от руки, а уже дается как талончик, такой, где это прописано. Либо мы оговариваем, то есть и уже методисты и в курсе, уже в поиске можно просто набрать электронный журнал в Приднестровье, и вы сразу попадете на нашу платформу. И там просто регистрируйтесь. Больше возник вопрос в том, что родители просили мобильную версию. Вот как раз, когда мы работали на московских серверах, была мобильная версия, как и для учителя, так и для родителей. Очень удобно и, в принципе, по крайней мере, никаких сложностей от родителей не было. Была проблема только в том, что не у всех были смартфоны, а были просто мобильные телефоны. Ну, соответственно, тогда они могли зайти через интернет, используя компьютер или ноутбук. На сегодня пока мобильные версии готовятся, но еще не запустили именно для нашего региона, для нашей платформы. В виде чего она будет, да? Это будет приложение специальное? Как это будет выглядеть на телефоне? Это приложение, где родитель заходит, видит расписание, видит домашнее задание, видит оценку и, соответственно, видит тему урока, которую пропустил ребенок. Или какая тема урока была и какую оценку он получил. Так же самое он может непосредственно написать сообщение классному руководителю, предметнику или классному руководителю. Мы вот сейчас, когда готовились к программе, обсуждали, к чему может привести внедрение электронного журнала, если это гиперболизировать, преувеличить. Если раньше учитель мог шантажировать или манипулировать учеником и говорить, я тебе сейчас ставлю двойку карандашом, а вот ты выучишь стих, придешь, расскажешь мне, я тебе исправлю. Сейчас вот можно сказать, я тебе сейчас в электронный журнал, чтобы родители не видели, не поставлю двойку, а ты мне там на конкурс поделок слепишь слоника какого-нибудь условного. Ну здесь я еще раз говорю, у нас немножко мнение старое, так бы он говорит, консервативное мнение. То есть цель главная наша, это отдать ребенку знания, чтобы он получил эти знания и мог их применить. И поэтому даем ребенку шанс. То есть да, в журнале мы не имеем права ставить точку, это нарушение. А дать ребенку шанс, исправить и получить знания, то есть то, к чему наша основная цель идет, эта система позволяет. При этом система еще и позволяет немножко облегчить труд преподавателя. То есть он может запрограммировать элементарным способом, то есть там очень простые алгоритмические шаги, что через определенный промежуток времени эта точка превратится в оценку. Но, как бы он говорит, новые технологии, мы пытаемся новые технологии применить к старому бумажному варианту. Это уже неправильное мнение, то есть надо идти вперед и при этом здесь давать шанс ребенку. То есть все-таки главное это у нас дети. Как бороться, Сергей, с этим консерватизмом в наших головах? Я не буду говорить, что только у учителей, он у всех есть, да, вот этот скептицизм. Потому что есть такая уверенность, убежденность, что вот бумага, она, этот документ, он хранится много лет, обычный журнал классический наш, да, хранится в школе. И всегда можно заглянуть, что там было 20 лет назад, что там, кто получил какую оценку. Сейчас есть какая-то вот настороженность у учителей, это электронный документ, мало ли что. Сервер сгорит, ну, в принципе, бумага тоже горит. Как бороться с этим? Когда учителя смогут наши спокойно, расслабленно вести только электронный журнал и быть, вот, идти в ногу со временем? Я думаю, когда будет полностью автоматизированное рабочее место учителя, то есть с подключением к сети интернет. Чтобы ему было удобно, да, в первую очередь? Будет удобно, потому что вот наши учителя так вот тоже задают вопросы, а как педагоги со стажа? Я говорю, прекрасно. То есть у нас в училище очень много опытных педагогов, и когда был им задан вопрос с кураторами, сколько времени вам надо было на освоение электронного журнала, они сказали, два дня. То есть и сегодня уже они улыбаются, когда, говорю, вот задают такой вопрос о том, что вот есть вот это мнение, что у нас очень консервативный педагоги со стажа. Ничего подобного. Вот так же самое мы общались с другими регионами республики. Там, где пилотники уже поработали, говорят, учителя уже улыбаются и хотят полностью отказаться от бумажной версии. Ну вы прям ломаете стереотипы сейчас. А вы не считаете, что мы лишаем детей очень многих прелестей школы? Например, учиться обманывать родителей и учителей. Прятать дневник. Вырывать сюда листы из дневника, покупать новый. В школе еще были ручки, которые можно было писать и тут же замазывать. Ну, правда, через полгода надпись выскакивала. То есть и делали дневники для двоих, для пятерок. На змейке дневник делали с ключом, ой, с замочком, как на почтовый ящик. То есть можно было, но здесь как бы не совсем правильный пример. Есть такое опасение, что новая технология – это тоже не самый надежный способ. Вот пример буквально последних часов. Старт продажи билетов на футбол. Шериф, шахтер. И сайт просто не выдерживает наплыва желающих купить билеты одновременно. Вот поломается сервер, на котором лежит электронный журнал. И что? И все оценки исчезнут. Как быть? Ну, вообще-то есть требования к безопасности и к работе таких серверов. То есть всегда должна быть копия. Есть резервная? Да, ну, так называемый бэкап никто не отменял. То есть резервная копия всегда должна быть. Есть нормативные документы, которые требуют безопасности. Ну, и плюс в конце каждого учебного периода делаются сводные ведомости. В печатной ведомости. И так же самое к электронным журналам будут подъявляться такие же требования, как и к бумажным носителям. То есть хранение 50 лет. Да, понятно. Ну вот, Сергей, давайте в конце, в завершении нашего разговора, на ваш взгляд, топ-3 преимуществ цифровизации образования. Ну, в первую очередь, это удобно, это мобильно и это очень информативно. Потому что на сегодня, помимо ввода оценок, учитель получает еще и аналитику и статистику, которые он делал сам. То теперь этого делать не надо. И, соответственно, этот же доступ может иметь и курирующий орган. То есть довольно-таки удобная система. Спасибо, Сергей. С нами был учитель информатики Суворовского училища Сергей Полосков. Мы говорили о цифровизации образования и о внедрении электронного журнала. Вчера, 6 сентября, школьники впервые с этим столкнулись. Да, ну а это было экспертное мнение. Не переключайтесь сразу после нас. Смотрите новости НТС и все самые важные и интересные события этого дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok